Август традиционно считается сезоном бахчевых культур. Их можно встретить буквально на каждом шагу. Ранние сорты арбузов, как правило, приезжают к нам из Средней Азии, Узбекистана и Казахстана. Более поздними считаются плоды с юга России – астраханские. При покупке полосатой ягоды нужно обращать внимание на несколько признаков. У спелого плода яркая блестящая корка, которую трудно проткнуть ногтем. Размер тоже имеет значение. Большой арбуз практически всегда спелый. Внимательно осмотрите ягоду. Чем ярче и насыщеннее цвет земляного пятна на корке, тем более спелым будет плод. Звук также играет важную роль. Поднесите арбуз к уху и слегка постучите по корке. Если звонкий, значит полосатый созрел. При выборе дыни нужно сначала ее понюхать. Спелая излучает сладкий медовый запах, который невозможно ни с чем перепутать. Что касается сортов, то самые распространенные – это торпеда и колхозница. Вот этот окрас, именно ярко-желтый, говорит о том, что колхозница очень спелая дыня. А вот торпеду ее надо тщательно выбирать. Обычно у торпеды должен быть носик мягкий. Это говорит о том, что она уже прям вот дошла, очень будет мягкая, сладкая. Если тыня жесткая, нужно, конечно, подождать. Это же семейство тыквенных. То есть и тыква может лежать год дома в темноте, а также и дыня тоже отлично пролежит и совсем не испортится. Бахчевые хорошо впитывают вредные вещества из атмосферы. Поэтому важно покупать арбузы и дыни не у дороги, где много выхлопных газов, а на ярмарках или рынках. Адреса официальных точек продаж размещены в реестрах на сайте Министерства промышленности и торговли Самарской области. У продавца на бахчевые культуры должны быть товаросопроводительные документы. Но по закону продавец не обязан их предоставлять покупателю. Продавец должен предоставить покупателю информацию о производителе бахчевых культур. То есть об индивидуальном предпринимателе или о фермере, который вырастил эти бахчевые культуры и на какой территории они выращены. Также не стоит брать половину плода или просить продавца вырезать кусочек для проверки цвета мякоти. Во время нарезания пыль, грязь, частички земли и бактерии могут попасть на плод, а затем в организм человека. Ксения Баканова, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.